Добрый вечер, в Украине 20.00. В эфире подробности о главных новостях расскажут мои коллеги в студии Наталья Бевышева. Пикирующая нацвалюта. Чем ответит Нацбанк на снижение курса гривни? Санкционный смотритель. Кому из соратников Януковича придется остаться под санкциями? Охота за долгами, кто отжимает залоговую недвижимость украинцев, просрочивших кредитные выплаты банкам. Куда курс держим? Больше 27 гривен за доллар. Вчера НБУ обрушил официальный курс национальной валюты до критической отметки. Выдержит ли эту нагрузку банковская система? Как уже отреагировал Межбанк? И какие цифры мы увидим в обменниках, если МВФ продолжит затягивать с траншем? Эксперты ответили на эти вопросы Татьяне Авенниковой. В госбюджете на этот год курс гривны определили на уровне 24 за доллар. Но уже около недели назад Нацбанк продавал доллар за 26,14 гривен. А на следующий день гривна стала почти на 70 копеек дороже. 26,81. Потом официальный курс и вовсе перевалил за 27. Чуть укрепившись на пару дней после выходных, НБУ снова опустил курс до критических 26,85. И вот накануне Нацбанк обрушил его до 27 гривен 23 копеек за доллар. Межбанк отреагировал тут же. Сегодня в киевских обменниках курс не ниже 27,5 гривен за доллар. И это не предел, говорят эксперты. Постепенно курс гривны будет проседать, потому что никаких оснований для его укрепления сейчас нет. Остановить его на сегодняшний момент невозможно. Если продолжать дальше ту экономическую политику, которую проводят правительство и Национальный банк. В Нацбанке уверяют, гривну контролируют. А если получается не всегда, так это из-за сезонного спада деловой активности в январе, который как эхо отдается сейчас. Ожидание следующего транша МВФ и нынешнего политического кризиса. Если будет новое правительство, и оно провозгласит какой-то новый экономический курс, то ситуация стабилизируется. Со сменой правительства можем увидеть какую-то стабилизацию. Если этого не произойдет, то скорее всего к концу марта, к середине апреля мы увидим курс за 30. Экономисты говорят, курс нацвалюты напрямую не зависит от кредитов МВФ. Но в Украине сложилась особая ситуация, когда для правительства и Нацбанка транши стали своеобразной заначкой, которая сдерживает все макроэкономические показатели. И такой очередной транш кабминовские чиновники ждут уже более полугода. Когда я смотрю на украинское правительство, я верю, что все-таки инопланетяне живут среди нас. Действительно, национальная денежная единица может быстро быть обвалена. А обвал национальной единицы к чему ведет? К тому, что обвал у банковской системы. Потому что люди начинают забирать быстро деньги, банки лопаются. Обвал банковской системы ведет к обвалу, к коллапсу экономики. Что будет с гривной, если Вашингтон и дальше будет медлить с кредитом или вовсе откажет Киеву в очередном транше? В этом случае эксперты предрекают возможное падение нацвалюты до 40, а то и 50 гривен за доллар уже этим летом. Татьяна Авинникова, Виталий Коваленко. Подробности телеканал Интер. 100 миллионов стремительно дорожающих зеленых все же рискнуло вложить в Украину крупнейшая американская агрокомпания. Иностранный бизнес готов инвестировать в нашу экономику, но взамен хочет реформ от правительства. На что готов пойти Кабмин ради заморских денег, подробнее наши корреспонденты. Украинские и американские флаги, а еще совместное фото на память. Так в Кабмине радуются новому договору. Соглашение инвестиционное, деньги направят на строительство. 100 миллионов долларов одна из крупнейших агрокомпаний «Шаг» готова вложить в появление зернового терминала в морском порту Южной Одесской области. По сути, такой терминал обеспечит перевалку грузов, а значит позволит и зарабатывать, и бюджет регионов пополнять, и рабочие места создавать. Американские бизнесмены это понимают. Украинское правительство просит побольше вложений. Джефф, я думаю, что нам нужно проводить еще один инвестиционный форум. И, кстати, каждый квартал, чем больше будем проводить форумы в Вашингтоне, тем больше будет американских инвестиций в Украине. Джефф, так запросто премьер, обращается к американскому послу Джеффри Пайету. А дипломат в ответ лишь заявляет, ну, наконец-то, надежда на реформы появилась. Американским инвесторам важно видеть заинтересованность украинского правительства в реформах, неуклонное выполнение им обязательств перед МВФ, а также тесное сотрудничество между президентом и правительством в борьбе с коррупцией и гарантией обеспечения верховенства права. Сегодня украинские власти только демонстрируют начало реформ. А в профильном министерстве, в котором, собственно, и трудились над подписанием соглашения, говорят, реформы стопорят в парламенте. Такие проекты мы можем подписывать минимум раз на месяц. Единственное, что нас держит, это решение Верховной Рады не голосовать за законопроект, за который Верховная Рада бы позволила уряду Украины залучать, какомога больше денег к инфраструктуре. Коммуникация парламента с Кабмином и вправду, как минимум, оставляет желать лучшего. Министерские законопроекты НРД покритикуют и отправляют на доработку. А после последнего общения в Верховной Раде, когда правительство чуть было не уволили, говорить о слаженной работе не приходится. Тут хоть бы о каком-нибудь сотрудничестве договориться. Предъявлять претензии парламентариям министры продолжили и на плановом заседании, на которое собрались после подписания договора с американцами. На что жаловались здесь, какие вопросы поднимали и что в итоге решили, расскажет Ирина Романова. Как только над Кабмином повис домокла в меч распуска, министры сразу же стали ближе к народу. Третье заседание подряд идет в прямой трансляции. Правда, журналистов к телам не подпускают, как и прежде. Услышать очильников ведомств можно разве что с трибуны. Глава Минюста, например, сегодня отчитывался, на каком этапе поиск за границей активов, нажитых чиновниками, коррупционным путем. Оказалось, пока принят только закон о нацагентстве, которое будет этим заниматься. Согласно закону мы должны создать этот орган. И я сегодня прошу членов уряда внести на рассмотр проект постановы про утворение национального агентства Украины с вопросом выложения, расширения и управления активами с добытым коррупционным шляхом. Агентства еще нет, возвращенных средств тоже, но они уже заложены в бюджете. Полтора миллиарда долларов, часть которых для армии. Но прежде чем агентства приступят к поиску денег, нужно еще создать конкурсную комиссию для отбора кадров. Формируется она из представителей Рады и правительства. Кабмин заверил Петренко, своих людей предложил. А вот парламент нет. Игнорируют Нардепу, уверяет министр, и комиссию по отбору сотрудников для Госбюро расследований. Тогда как у правительства и сюда уже есть свои кандидатуры. Это Сгуладзе, Наталья Севастьянова и Антон Герасченко. Но и это еще не все. В воздухе зависло и создание антикоррупционного агентства, которое будет в мониторе декларации чиновников. И тоже жалуются из-за нардепов. Не жаловался на парламент, разве что министр инфраструктуры. Сославшись на вчерашний митинг дальнобойщика возле своего ведомства и сообщение от Минтранса России, Андрей Пивоварский предложил возобновить через Украину транзит российских фур, запрещенный с 15 февраля. Иначе, предупредил, эти потоки перейдут в Прибалтику, Беларусь и Польшу. Министерство транспорта Российской Федерации вернулося до нас официально с проханием, с пропозицией сняти все обмежения, которые Министерство транспорта Российской Федерации ввело по отношению к украинских вантаживах. Мы готовы повернуть дею тимчасовых дозволов из 00 годин 25 лютого. Разрешив российским форам ездить по Украине, премьер зачитал письмо президента. Мол, чиновники, пойманные на взятках, возвращаются в свои кресла по решению судов, а Кабмин не реагирует. В ответ Яценюк распорядился отстранить от должности главу службы экспортного контроля Юрия Терещенко, о котором упоминал Порошенко. А напоследок принял еще одно кадровое решение. Узнав из соцсетей, что Чумак отказался от его предложения, Арсений Яценюк распорядился и его уволить из конкурсной комиссии антикоррупционного агентства. Ирина Романова, Сергей Ведмись, подробности, телеканал Интер. Евросоюз намерен снять санкции с бывшего министра здравоохранения Украины Раисы Богатыревой. Об этом на своей странице в Твиттер написал брюссельский корреспондент Радио Свобода Рикард Йозвик. Он ссылается на свои источники в Совете ЕС. При этом, по его же данным, санкции против Беглого Януковича и 15 его соратников Европа все же продлит еще на год. Как пишет журналист, скорее всего, такое решение Евросоюз примет 2 марта, а официально его опубликуют 5 марта. Напомню, еще в понедельник ряд СМИ, опять же, со ссылкой на свои неназванные источники, утверждали, что с Богатыревой снимут санкции, потому что, цитирую, ее имущество якобы уже возвращено в Украину. Напомню, что экс-министра здравоохранения ГПУ подозревает в растрате 6,5 миллионов гривен при закупке лекарств и медицинского оборудования. Санкции продлят на год против Януковича и его ближайших соратников, за исключением одного человека, который исчез из списка. Она выплатила некоторые из своих долгов украинскому государству. Я не знаю много об этом, но чиновники говорят, что она оплатила свои долги то, что украла у государства, и поэтому она уже не должна быть в этом списке. Я узнал об этом из своих источников сегодня, от европейских дипломатов, работающих в Совете ЕС. Охота за долгами, остаться без жилья и один на один с вооруженными аферистами. С такими проблемами может столкнуться каждый, кто просрочил кредитную выплату банку. Кто и каким способом отжимает залоговую недвижимость украинцев? В криминальных схемах разбиралась Елена Митясова. Они приехали всей толпой и клей-момент позаливали в замки. То есть я возвращаюсь и открыть двери не могу. Наталья за свою однокомнатную квартиру буквально сражается с коллекторами. И ее за два последних месяца несколько раз пытались выселить угрозами и силой. Девять лет назад женщина взяла в банки ипотечный кредит в валюте. Выплатила уже большую часть. Но когда курс доллара подскочил, говорит, некоторое время не могла отдавать долг. Сейчас платежи ежемесячно, регулярны. Но, как оказалось, платить уже должна не только банку, но и коллекторской компанией. У меня зарплата 20% отчисляется на погашение долга моего перед банком. То есть там нигде коллекторская компания вообще не указана. Как можно за один и тот же долг с одного и того же человека стягивать двум разным получателям этих денег? Коллекторы Натальи каждый раз выставляют новую сумму. То 120 тысяч долларов, то 40. Хотя банку, говорит она, должна всего 12. Подтверждающие документы на руках. Но коллекторам, по словам Натальи, закон не писан. По госреестру имущественных прав они уже собственники квартиры. История Галины Дяченко идентичная. Она кредит, правда, не брала, а поручилась за своих знакомых. Просто гоп-стопом срезали в будний день, когда меня не было дома, я была на работе. Срезали дверь, ворвались в квартиру, выгрузили в мешки, в пакеты, все мои полностью, все, все вещи. Выставили на коридор и закрылись в квартире с противоположной стороны. Сейчас женщина ютится у друзей и пытается через суды вернуть право собственности на квартиру. Ворваться в двушку Сергея коллекторам помешало только наличие у него ружья. Его квартиру они уже успели перепродать дважды. В мае прошлого года мне позвонили, назначили встречу. Я встретился с людьми, которые представились коллекторами, владельцами моей квартиры. И показали мне документы, по которым я выписан из квартиры. Выписан мой сын и моя дочь. Дочь несовершеннолетняя. Выписана без опекунского совета, без уведомлений. Ванг меня не поставил в известность ни о чем. Ни о передаче, ни о своих каких-то изменениях внутренних. Долги коллекторские компании продолжают выбивать, несмотря на действующие моратории на отчуждение жилья и постановление высшего спецсуда, говорят правозащитники. Абсолютно никто не занимал закон про мораторию ДИИ, но они не идут судовым шляхом. Коллекторским компаниям нельзя перепродавать долги по валютным кредитам. Поэтому они, наверное, решили в последнее время нахапать по максимуму, что они могут сделать. Почему работают незаконно, мы решили узнать у одной из коллекторских компаний, на которую у юристов больше всего жалоб. Офис фирмы находится в бизнес-центре под охраной, без разрешения сюда не пройти. Но ни через час, ни через два комментария мы так и не получили. Юристы не удивляются. Там работают бывшие работники милиции. Они работают с очень агрессивными методами. Они врываются в житло, они ведут себя очень страшно по отношению к человеку. Они поражают не только самому борщу, а и членам семьи. Они применяют физическую силу. Сам коллекторский бизнес в Украине вне закона, значит коллекторы, преступники, аферисты, говорят юристы. Наталья сделала ход конем, чтобы ее квартиру коллекторская компания не успела перепродать третьим лицам, через суд наложила арест на свое имущество. Это пока единственный, утверждают юристы, способ остаться с квартирой. Елена Митясова, Иван Ермаков, Валентин Белич. Подробности телеканал Интер. Дело майдановца Александра Костенко снова вернулось в суд. На этот раз касацию рассматривал президиум Верховного суда Крыма. Чего удалось добиться адвокатам активиста, бросившего камень в Беркутовца? И сколько лет жизни будет стоить Александру этот синяк на руке спецназовца? Из Крыма Юлия Крючкова. Александр Костенко проведет в колонии общего режима 3 года и 6 месяцев. Вместо 4 и 2 месяцев. Напомню, украинского активиста осудили в Крыму в мае прошлого года. И сейчас он отбывает наказание в Кировской области. За то, что во время противостояния в Киеве на Майдане Костенко бросил камень в Беркутовца. После чего на его руке остался синяк. А при обыске у активиста нашли нарезной ствол от пистолета. Сегодня адвокат добился сокращения срока наказания. Убедил судей, что Костенко нельзя в полном объеме инкриминировать статью «Незаконные приобретения, передача, сбыт хранения или ношения оружия и его основных частей». Мол, если даже и хранил, то не носил же. Суд счел ношение ствола недоказанным. Соответственно, это реабилитирующие обстоятельства. Мы получили право на реабилитацию по этому основанию. И было сокращено наказание до 3 лет, 6 месяцев лишения свободы. Но на этом адвокат Костенко останавливаться не собирается. Планирует обжаловать приговор в Верховном суде России. И как нам сегодня сообщили в Министерстве иностранных дел Украины, еще 19 февраля консулу Российской Федерации вручили ноту протеста с требованием прекратить нарушение прав незаконно задержанных и осужденных граждан Украины. В том числе и Александра Костенко. Юлия Кричкова, Виталий Зитковский, телеканал Интер, Симферополь. Еще двоих крымских заключенных режиссеры Олега Сенцова и активиста Александра Кольченко этапировали в Челябинск. По словам адвоката украинцев Светланы Сидоркиной, один из них уже находится в СИЗО номер 3, второй пока на этапе. Напомню, ранее другой защитник незаконно осужденных, Наталья Каплан, сообщила, что Сенцова якобы должны перевезти в Якутию. Напомню, Сенцова и Кольченко приговорили в России к 20 и 10 годам лишения свободы соответственно. Международные правозащитники назвали этот приговор противоправным и несправедливым. На Донецком направлении, в зоне АТО, наши бойцы подвергаются мощнейшим атакам противника. Такого интенсивного обстрела не было с августа минувшего года. На передовой находится мой коллега Геннадий Вивденко, он расскажет все подробности. Бойцы шутят, что ночью к ним прилетел очередной свежачок. Это 120-миллиметровая мина, вот видно по размеру хвостовика. Полагают, что это из очередного гум-комвоя. Товар оказался некачественным, поскольку мины не разорвались. За последние сутки только на этом маленьком участке нашли сразу три неразорвавшиеся мины и показывают место, где опровергнут миф, что два снаряда в одну воронку не попадают. В августе крупный артиллерийский снаряд, прошлой ночью крупная мина. Один раньше САУ, а вчера 120 сюда. Вчера вечером и ночью бойцы на линии обороны от шахты Бутовка к поселку Пески оказались под интенсивным обстрелом. Утверждают, такого не было с прошлого лета, когда здесь велись активные военные действия. Отвечают значительно меньшим калибром. Вся украинская артиллерия отсюда отведена еще осенью. Туда с АГС пару улитку выпустили, что успели. Как начали ложиться, пацаны начали прятаться, потому что невозможно. И намет это страшно. Командир подразделения показывает свежие дыры в медицинской машине. Кроме того, вчера в районе шахты Бутовка был ранен осколком. Из автоматического гранатомета священник. Жалко. Капеллан приносит нам добро. И с нами беседует. И все это очень хорошо. Но, тем не менее, я вчера зацепил его по носу. Под час обстрела. Все время доносятся звуки боя. В паре километров отсюда бойцы в районе поселка Опытное запросили огневой поддержки у соседей. Украинские военные готовятся дать отпор. Геннадий Вивденко, Владлен Ноль, Василий Исачук. Подробности телеканал Интер из Донецкой области. О возможном возобновлении масштабных военных действий на Донбассе сегодня говорил президент на церемонии выпуска военных Национального института обороны имени Черняховского. Именно в этом вузе учатся почти три сотни офицеров, побывавших на фронте. В своей речи Петр Порошенко назвал вооруженные силы главным приоритетом в построении сильного государства. Основная ставка на развитие контрактной армии. А для армии это означает твердое и поступовое увеличение профессиональности и особого склада. А для суспильства, украинского суспильства, минимизацию мобилизационного навантажения. И уже после президент встретился с командирами бригад и боевыми офицерами. С ними говорил об усовершенствовании эффективности вооруженных сил, о реалиях внесения службы, о проблемах и настроениях в войсках. Обсуждали и контрактную службу, и денежное обеспечение личного состава, а еще как привлечь на службу демобилизованных военных. Сегодня президент также навестил в госпитале героя Украины Игоря Гордеичука. Полковник получил ранение на Донбассе, и недавно его прооперировали канадские медики. Глава государства поблагодарил бойца за героизм. В Минске завершилась очередная встреча трехсторонней контактной группы по регулированию ситуации на Донбассе. Договорились об освобождении еще четырех украинских пленных. Также речь шла о необходимости допуска к украинским заложникам специалистов Красного Креста и врачей без границ. А международные гуманитарные организации должны получить доступ к неподконтрольной Украине части Донбасса. В пятницу, 26 лютого, мы матимем хорошие новины для четырех родин украинских заручников. Но и далее продолжим работать над тем, чтобы все те, кто сегодня незаконно отримается на оккупированных территориях, а также в тюрьмах Российской Федерации, были освобождены. Редакция национальных информационных систем приносит вам свои извинения за инцидент, который имел место в прямом эфире программы «Подробности недели» 21 февраля, подчеркивая исключительно технический характер произошедшего. Дело в том, что прозвучавшая в прямом эфире фраза с нецензурной лексикой не имела никакого злого умысла, не относилась к содержанию сюжета и к происходящему на экране. Креативный продюсер Мария Столярова лично принесла извинения за эту оплошность и прекратила свои трудовые отношения с национальными информационными системами. Экономики России пророчат стагнацию, причем длительную, и прогнозы такие особо не стесняясь делают на самом верху. Данил Русаков продолжит, он в Москве. Все то, что происходит в российской экономике сейчас, профильный министр Антон Силуанов назвал затяжным кризисом. Сказал, что системе нужна длительная перестройка, а потом добавил, в 98-м, когда случился дефолт, так плохо не было. Подобные заявления в местном правительстве делают не впервые, однако продолжительные проблемы не прогнозировали ни разу. Еще год назад, вспоминая о цене за баррель, этот же министр говорил, она скоро отскочит, и проблемы в экономике быстро решатся. Нефть тем временем по-прежнему дешевела, элитная недвижимость тоже, ее даже постепенно перестали возводить. По словам экономистов, строительство обходится дорого. Все необходимые материалы, в том числе кровль и мрамор, привозились из-за границы. Но после скачка доллара даже для обеспеченных граждан такие суммы стали неподъемными. В коттеджных поселках, что в окрестностях Москвы, уже объявлен сезон скидок. То, что раньше продавало за 2,5 миллиона долларов, теперь готово отдать за 95 миллионов рублей. Причем, по данным риэлтора, владельцы продают уже пустые особняки. Однако, среди маклеров распространились слухи. Монетизировать имущество обеспеченные граждане хотят побыстрее. Даже несмотря на то, что окупить все затраты на строительство у них уже не получится. Данила Русаков и Олег Неведомский. Московское бюро. Телеканала Интер. Долгая дорога домой. Тысячи сирийских беженцев стремятся вернуться в отвоеванный курскими повстанцами у исламского государства стратегический город Ашадад. Это неподалеку от иранской границы. Какие опасности ждут их на родине? Эксклюзивный материал Вениамина Трубачева из лагеря сирийских беженцев. Это лагерь для беженцев. Повсюду бегают дети, но взрослых на улице немного прячутся в палатках. В Ираке сейчас прохладно. Сирийские беженцы живут в палатках под открытым небом. И когда поднимается сильный ветер, такой как сейчас, такие вот жилища просто сносят. И приходится все строить по-новому. Эта семья приглашает нас в свой временный дом. По кругу лежат матрасы и подушки, а в центре стоит грелка. Вот и все удобства. Вот в такой небольшой палатке живет шесть взрослых и четверо детей. Здесь довольно тесно, но зато есть телевизор и можно узнавать самые последние новости. Правда, сейчас отключили электричество. Глава семейства Мухаммед рассказывает, что им чудом удалось бежать из Сирии. Их город захватили террористы ИГИЛ. Всех несогласных с порядками казнили. Террористы сжигают людей, топят, рубят им головы. Это ничего общего не имеет с мусульманской религией. Они просто убийцы. Поэтому мы вынуждены были бежать. Эти люди жили в сирийском городе Аш-Шадад. Он находится недалеко от границы с Ираком. В 2014 террористы исламского государства его взяли штурмом и до последнего времени удерживали. Сейчас курдские повстанцы большую часть города отвоевали. Но на окраинах по-прежнему слышны выстрелы и взрывы, после которых поднимается черный дым. Многие улицы заминированы. В основном они минируют автомобили, поэтому подходить к ним нельзя. Мы захватили много оружия и боеприпасов террористов. Взяли в плен несколько солдат, они были ранены. Боевики ИГИЛ спешно покинули свои позиции, даже не успев забрать вещи. На стенах до сих пор висят черные флаги, боевые карты и разбросана пропагандистская литература. Вот посмотрите, здесь расписан их график дежурств на боевых позициях. После бегства террористов местные понемногу начали возвращаться в город. Вот первая колонна с белыми флагами идет домой. Многие не были здесь несколько лет. Люди плачут от счастья. Идут в основном дети, женщины и старики. Мужчины продолжают воевать. Но вот семья Мухаммеда пока не спешит назад в Сирию. Опасаются, что исламисты могут вернуться. Мы скитаемся по разным лагерям уже третий год. Периодически наш город захватывают и снова освобождают. Ситуация еще нестабильная. Освобождение родного города от террористов, хоть и вдали от дома семья решила все же отметить традиционное сирийское блюдо. Но ингредиенты оказались очень близки украинцам. Это кухня. Сейчас люди готовят обед. И судя по запаху, это настоящий украинский борщ. Вот кипит вода. Там есть свекла, картофель и мясо. Но праздничный обед омрачают тревожные новости. Террористы снова напали на город Аш-Шадад. Бои продолжаются. Вениамин Трубачев и Владимир Дедов. Подробности телеканал Интер из Ирака и Сирии. А вот принимать ли беженцев у себя на референдуме будут решать венгры. О его проведении сегодня объявил премьер страны Виктор Орбан. На голосование вынесут один вопрос. Поддерживают ли граждане прием мигрантов на основе квот. Дата плебисцита пока не названа. Но зато Европол уже обнародовал новый доклад по нелегальным мигрантам. О шокирующей статистике подробнее Татьяна Лагунова. Перевозка нелегальных мигрантов это бизнес и бизнес доходный. Только за минувший год контрабандисты, которые помогали беженцам добраться до Европы, заработали от 3 до 6 миллиардов евро. Это данные Европола полицейской службы ЕС. Доклад Европола шокирует. Авторы отчета пишут, более 90% нелегальных мигрантов, которые прибыли в Европу в прошлом году, пользовались услугами преступников. Обращаться было к кому? По данным полицейской службы ЕС, нелегальной перевозкой мигрантов сейчас занимается огромная международная преступная сеть. В нее входят более 40 тысяч человек, граждане 100 стран мира. Чаще выходцы из Болгарии, Венгрии, Египта, Ирака, Пакистана, Польши, Румынии, Сербии, Туниса и Турции. Почти половина группировок состоит из людей, не имеющих гражданства ЕС. Треть из европейцев, остальные смешанные. Преступники помогают беженцам подделать документы и, собственно, добраться до Европы. Приблизительная стоимость услуг – 3,5 тысячи евро за человека. Преступники базируются в десятках городов. Среди них Алжир, Бейрут, Каир, Стамбул, Оман. Есть центры и в Европе. В Будапеште, Берлине, Копенгагене, Лондоне, Мадриде и Милане. Там мигрантам помогают добраться в желаемые страны Евросоюза. В Германии, которая приняла большую часть мигрантов, доклад Европола пока не комментировали. Но обнародовали свою информацию. Представители немецкого МВД сообщили у большинства беженцев, которые прибыли в Германию в этом году, не было документов, удостоверяющих личность. Без них миграционным службам сложно принять решение о предоставлении убежища. А силовикам непонятно, кто приезжает в страну. Татьяна Лугунова, Вячеслав Фролов. Подробности немецкое. Бюро телеканала Интер. Вы смотрите подробности и вот что у нас во второй части. На старт, внимание, Оскар. Лос-Анджелес трепещет в ожидании выходных. Какие шансы у Майдана в огне? Козел за рулем. Чем обернулась оплошность хозяйки Рогатова, которая забыла его в машине? Гектары раздора. Экспоцентр ВДНХ в Киеве, который стал одной из самых трендовых площадок для фестивалей, шоу и ярмарок, могут забрать у государства и передать в коммунальную собственность. Кто положил глаз на эту землю? Какие аргументы у депутатов Киевсовета? И почему руководство ВДНХ и эксперты опасаются очередного дерибана? Выясняла Ольга Рыцарь. 300 гектаров земли в Киеве. Парки и павильоны, где проводили сотни выставок, фестивалей и ярмарок. Это национальный комплекс-экспоцентр Украины ВДНХ и принадлежит он государству. Но несколько дней назад депутат Киевсовета Роман Марченко предложил все это имущество передать из государственной собственности в коммунальную. Главный его аргумент – киевская власть будет более эффективно управлять экспоцентром. Депутат тут же обратился в государственное управление делами. И даже больше. Его запрос сегодня должны были рассматривать в Киевсовете. Киевский городской совет предоставил льготу предприятию, которое находится на территории ВДНХ, в размере 99.99%. Если государственный бюджет не готов в надлежащем объеме финансировать экспоцентр, естественно, город должен понимать, почему мы тогда предоставляем эти льготы, а экспоцентр не дофинансируется. Такую идею в штыки восприняло руководство экспоцентра. Там побаиваются, что после передачи предприятия на баланс города его легко смогут продать застройщикам. Говорят, такое уже было. Часть объектов ВДНХ после распада Советского Союза по такой же схеме превратились в офисы и парковки. А еще удивились, почему депутат, не посоветовавшись ни с руководством центра, ни с общественностью, поспешил написать письмо в государственное управление делами. К сожалению, депутат Марченко не поинтересовался у нас. Никакие планы развития сейчас есть у комплекса. Никакие изменения произошли, никакие финансовые показатели. А вместо дискуссии, диалога, депутат просто отправил письмо на ДУС. В первую очередь нужно определить, какая должна быть концепция в развитии на ближайшие 10 лет. Определить юридические ограничения, вообще модели привлечения института. И только после этого имеет смысл говорить о том, какая будет активальная форма. В этом году комплекс впервые за десятилетия стал прибыльным, говорит его руководство. Все инвестиции вкладывают в модернизацию павильонов и развитие территории. Поэтому инициатива передать именно сейчас экспоцентр из госсобственности в коммунальную выглядит очень странно, считают эксперты. Переводить его в коммунальную властность, ну не очень логично. И загроза самая та, что действительно эту величайную территорию могут подребанить на какие-то шматки и построить торгово-розваживание центра або житло. Ближе к вечеру стало известно, в государственном управлении делами письмо депутата рассмотрели и приняли решение. Передать в коммунальную собственность предприятия нет необходимости. Сам запрос передачи вдруг исчез в повестке дня заседания Киевсовета. Мол, внесли его преждевременно. Сначала соглашается Марченко, надо посоветоваться с общественностью. Ольга Рыцарь, Павлина Василенко, Сергей Килимник, Юрий Романюк. Подробности телеканал Интер. Оружейная сокровищница под Киевом. 150 гранат, более 20 тысяч патронов различного калибра и почти сотня снарядов к гранатометам. Этот арсенал боеприпасов, вывезенных из зоны АТО, обнаружили в селе, неподалеку от столицы, сотрудники СБУ и военной прокуратуры. Тайник был обустроен в одном из хозяйственных помещений частного дома в Володарском районе. По факту правонарушения открыто уголовное производство. Владельца арсенала сейчас разыскивают. Широкино перешло под контроль наших военных. Бои за поселок продолжались почти полтора года. Даже после объявления о демилитаризации Широкино, боевики продолжали укреплять там свои позиции. Но накануне противник неожиданно вывел вооруженные подразделения. Мой коллега Станислав Кухарчук побывал во вновь обретенном поселке. Буквально летом прошлого года боевики помпезно заявляли о том, что покидают позиции в этом разрушенном поселке. Сюда даже пригласили журналистов, чтобы засвидетельствовать этот факт демилитаризации. Но на самом деле вышли они из Широкино лишь спустя 9 месяцев. Тихо, без каких-либо заявлений. Вся территория поселка буквально усеяна минами. Уходя, противник оставил для наших военных сотни сюрпризов. Нас сопровождают бойцы 131-го разведбата. Они первыми зашли в Широкино. Что смогли, зачистили. Но на узенькой тропинке еще одна убийственная находка. Растяжка с гранатой Ф1. Да тут все в растяжке. Мы тут дорогу... Никто не идет передо мной. Стой, ходи туда. Сейчас находишься. Что не удается снять, саперы обезвреживают на месте. За полтора года интенсивных боев в Широкино не осталось ни одного целого дома. Позиции боевиков прямо во дворах. Кто здесь только не воевал, говорят разведчики. Кавказцы, россияне. Возле брошенных боевиками блиндажей отстрелянные гранатометы российского производства. Консервы и сухпая тоже гуманитарная помощь северного соседа. Московская область, российская тушенка, спонсирует противника нашего. Помогают им такими приколами. Боевики уходили из поселка так спешно, что даже оставили часть боекомплекта. Ну вот есть трофейная рация. Российская вот такая. Найдена в том же схроне. Ну и образцы российской формы. Понятно, что мы такую не носим. Бронежилеты, разгрузки. Разведчики до сих пор в недоумении. Почему противник покинул Широкино? Ведь укрепление и запас вооружения им позволял вести боевые действия еще длительное время. Село под контролем. Наши группы сейчас занимаются разминуванием. Укрепляемся. Но однозначно, что тут еще много неприятных сюрпризов. Заминовано. И пристрелянные места, куда может прилететь что-то с той стороны. Пока в Широкино тихо, военные проводят зачистку. В основном от мины неразорвавшихся снарядов. Обживают брошенные боевиками позиции. Вечером должно подойти подкрепление из резерва морской пехоты. Снова сдавать поселок противнику. Ребята не собираются. Слава Украине! Героям слава! Станислав Кухачук, Вадим Ревун, Игорь Щепет. Подробности телеканал Интер, Донецкая область. Трагическая неосторожность. Во Львовской области офицер прострелил голову к солдату-контрактнику. В каком состоянии находится сейчас пострадавший? Как это произошло? И что грозит офицеру? Узнаем от Кристины Гошенко. Выстрел прозвучал в вагоне поезда на одной из железнодорожных станций Жолковского района. Оттуда бойцов планировали отправить в зону АТО. По официальной версии, 23-летний офицер решил почистить свое табельное оружие – пистолет Макарова. В вагоне были и другие военные. Один отдыхал на верхней полке. Старший лейтенант решил почистить оружие, но не проверил, есть патрон в патроннику. И когда сделал контрольный спуск на пистолет, получился пострел. Пуля влечила хлопцеву голову. Пострадавший 20-летний солдат-контрактник. Пуля попала в левый глаз и пришла на вылет из затылка. Парня прооперировали. Он в реанимации Львовского военного госпиталя. Состояние тяжелое. Сегодня после обеда его ввели в медикаментозный сон. Медики говорить с нами о травме отказались. Известно, что солдат родом из Львовской области. На контрактной службе год. Военные, которые остаются на станции, ничего не комментируют. Мы тут в ранку только. Я даже не знаю, когда это стало. Вчера стало? Нет, точно нет. Мы сегодня только в ранку. Молчатые сотрудники железнодорожной станции, где произошел инцидент. Мол, тоже ничего не знают. Стоя чистил и пристрелили. Нечайно? Конечно, что нечайно. Было нечайно. Випадково было так. В военной прокуратуре говорят, офицер нарушил правила, направив табельное оружие в сторону солдата. По ошибке или намеренно выяснить следствие. А вот конфликтов между офицером и пострадавшим солдатом, уверяют, не было. Свои действия офицер пояснить на данный час не может. Он сейчас сам перебываю в шоковом состоянии. Ему на данный час сообщили о подозрении. Это неубережное положение с оружием, что задало потерпелому телесное ускорение. Вину офицер признает. Ему грозит три года тюрьмы. Кристина Гошенко, Юрий Голубенко. Подробности телеканал Интер. Львов. Пять суток на Гаупакте. Такое наказание понесут заместители командира 3 батальона 53 бригады из-за того, что не обеспечили своих солдат всем необходимым при переезде бригады на полигон Широкий Лан. Две недели назад, я напомню, полсотни бойцов взбунтовались против своих командиров. По их халатности солдатам пришлось несколько дней жить буквально посреди поля, без палаток, без дров и без провизии. По линии генштаба руководители бригады получили выговоры, а военная прокуратура обратилась в суд и требует для виновных уголовную ответственность. Сегодня вынесли первые приговоры. Двое офицеров замкомбата получили по пять суток гаупакты. Первого марта будут судить командира бригады и двух других его замов. Виноваты не досмотрели. Пять протоколей складено військовой прокуратуре Миколаевского гарнизона. Пять протоколей складено військовой прокуратуре Південного региона, соответственно, на посудовых осіб и оперативного командования СХИД, и безпосередньо на командира військовой частины. Новый удар по Николя Саркози. Его ближайшему соратнику, серому кардиналу бывшего французского президента, предъявлено обвинение в протекционизме. Серый кардинал в данном случае это экс-глава МВД Франции. В чем его подозревают на этот раз? Расскажет София Гордиенко, наш европейский корреспондент. Клод Геан, правая рука Саркози, генсекретарь Елисейского дворца, затем глава МВД Франции, последние пять лет с приставкой «экс». После увольнения у него и годы не проходят без судебного процесса, прямо или косвенно связанного с бывшим шефом. То на счету чиновника находит полмиллиона евро непонятного происхождения, то выясняется, что он незаконно выписывал себе премии, будучи главой Министерства внутренних дел. Но премировать было за что Геан регулярно мотался в Ливию, как поговаривают журналисты, для займа денег у Каддафи на президентскую кампанию Саркози. Сейчас у бывшего чиновника график тоже насыщенный. Между судебными заседаниями пытается вернуть себе доброе имя. Я человек честный, я не виновен во всех обвинениях, которые мне предъявляют. Я заявляю, что меня преследуют, чтобы удалить от политики и ослабить Николя Саркози. За премию себя любимого Геан получил два года условно и 75 тысяч штрафа. А еще пятилетний запрет занимать чиновничьи должности. И вот теперь новый скандал, более ранний и тендерный. Будучи главой администрации Саркози, он отдал право проводить опросы общественного мнения лишь одной фирме. У французов это называется фаворитизм. Пока линию защиты адвокат Геана, кстати, кавалера Ордена Почетного Легиона, не выстроил. Финансовый трибунал Парижа он покинул без заявлений. Что грозит Геану за фаворитизм и не превратится ли условное наказание в реальное, пока непонятно. София Гордиенко, Василий Трушковский. Подробности Европейского бюро телеканала Интер. Кто остановит Дональда Трампа? Скандальный бизнесмен одержал очередную победу на внутрипартийных выборах Республиканской партии США в третьем подряд штате. Почему этим недовольны сами республиканцы, расскажет наш корреспондент в США Тихон Зитко. На этот раз Трамп триумфально выступил в штате Невада. На праймере занял уверенное первое место. У него 46% голосов. Сенаторы Марко Рубио и Тед Круз получили, соответственно, 24 и 21% поддержки. Причем явка избирателей была самой высокой за последние годы. Боже, мы любим Неваду. Спасибо вам. Какой прекрасный вечер. Теперь мы будем праздновать победу. Еще несколько месяцев назад мы и не думали, что победим в этом штате. Невада третья подряд победа Трампа в праймерис после штатов Ньюгемпшир и Южная Каролина. Кажется, его уже не остановить. Во всяком случае, сам он об этом уверенно говорит. И тем интереснее результат, который бизнесмен покажет через неделю в ходе так называемого супер-вторника, когда праймерис пройдут в более чем 15 штатах. Впрочем, противиться успеху Трампа готовятся не только его оппоненты из демократического лагеря, но и в руководстве республиканской партии США, от которой Трамп и намерен баллотироваться в президенты. Подавляющее большинство республиканцев не хочет, чтобы Трамп был нашим кандидатом. И опрос, проведенный на прошлой неделе, показал, если в гонке останемся мы с ним вдвоем, я выиграю с перевесом в 16%. Руководство республиканской партии ставит именно на Рубио. Говорят, Трамп неуправляем, он сам по себе и не считается с принципами партии. Один из популярных в республиканской партии журналов, National Review, сегодня даже выступил с редакционной статьей о том, что Трампа необходимо остановить. Поэтому победа в Неваде может оказаться для Трампа первой. Получая голоса избирателей, он не получает поддержку партийной элиты. Что окажется сильнее, станет известно уже в ближайшие недели. Тихон Зитко, Сергей Еременко. Подробности. Американское бюро телеканала Интер. Как американка нашла донорскую почку на обочине дороги, где требуется врач с зарплатой в 300 тысяч долларов, и что будет, если за рулем авто окажется козел? Об этом не только в нашем обзоре. Приму в дар почку. Американка нашла донора по объявлению. Линда Деминг настолько отчаялась получить орган стоя в очереди, что организовала собственную кампанию. Выставляла объявления на обочинах дороги, ездила в машине с громкоговорителем и просила незнакомцев помочь. Откликнулись 50 человек. Двое подошли идеально. 1 марта Линде сделают операцию. Свою почку ей отдала 37-летняя мать четверых детей. Работа мечты для медика. В маленьком новозеландском городке ищут доктора на зарплату 300 тысяч долларов в год. При этом рабочими будут всего 4 дня в неделю и никаких ночных смен. Но пока никто не спешит трудоустроиться в глубинке. Врач пенсионного возраста безуспешно ищет помощника вот уже 2 года подряд. Безотказный робот. В США представили новое поколение дроидов Атлас. Они помогают людям и справляются со сложными преградами. Машина может спокойно передвигаться в помещении и на улице, открывать двери, делать домашнюю работу, в том числе поднимать тяжелые вещи. Создатели испытывали его настойчивость, всячески мешая взять в руки коробку. А под конец и вовсе сбили с ног. Атлас не обиделся, поднялся и продолжил служить людям. Мойщики окон застряли на 60-м этаже на стене небоскреба. Механизм сломался и парни просто зависли в воздухе. Пришлось вызывать пожарных, которые установили на крыше кран и достали пострадавших с помощью тросов. Мойщики терпеливо перенесли все испытания. Никто не пострадал. Чудом удалось избежать беды на австралийской стройке. Там загорелся башенный кран, а его стрела с грохотом упала. Пострадала только припаркованная неподалеку машина, помяла бампер. Все потому, что людей заранее вывели из опасной зоны. Владелец крана говорит, машина прослужила 8 лет и надеется ее восстановить. Причины инцидента выясняют. Агрессивный носорог напугал туристов на сафари в Африке. Животное напало на машину, в которой сидели люди. Большой джип носорог заметил издалека и с разбегу атаковал. Туристы успели выбраться, открыв двери с другой стороны. Им повезло дважды. Во-первых, они увидели редкое животное, а во-вторых, не пострадали в схватке с таким великаном. Рогатый водитель насмешил людей на парковке в британском Оксфорде. За рулем одного из автомобилей заметили козла и даже запечатлели на видео. Когда ролик стал очень популярным в сети, отозвалась хозяйка животного. Объяснила, что ненадолго отошла в магазин, а козел, которого она перевозила с одной фермы на другую, перебрался на водительское сиденье. Двигатель не завел, но включил аварийные сигналы, выпил колу и съел всю оставленную в салоне еду. В Лос-Анджелесе стартовала «Оскаровская неделя». В город прибывают пресса, кинозвезды и многочисленные туристы, чтобы увидеть, как уже в эти выходные на Голливудском бульваре пройдет церемония вручения главной кинопремии года. И, конечно же, мой коллега Дмитрий Анопченко не мог пропустить это событие. Он сейчас с нами на связи из Лос-Анджелеса. Дима, здравствуй. Скажи, что кроме вот этой замечательной погоды, которую мы видим у тебя за спиной, происходит в Лос-Анджелесе сегодня? Субтитры делал DimaTorzok Вы видите сейчас картинку, как идут приготовления. И обратите внимание, «Оскар» выглядит абсолютно по-другому. В этом году нововведение. Все мы привыкли к этой знаменитой картинке, к этому знаменитому изображению. Сейчас решили вернуться к чертежу, который придумали когда-то, в 30-е годы, когда премию только-только начинали вручать. Ну и, разумеется, выглядеть по-другому будут не только декорации, но и сами призы. Нам показали, что вот буквально сегодня-завтра будут изготовлены последние из 50 фигурок. Но только представьте, крохотная американская фабрика. Самые лучшие специалисты и «Оскара» они изготавливают вручную. Делают из бронзы, работают очень долго. Затем каждую фигурку покрывают толстым слоем чистейшего золота. Ну и весит она полтора килограмма. Что еще важно? Ну, уже завтра здесь расстелят знаменитую красную дорожку. Считается, что именно тогда «Оскар» вступает в свои права. Но очень многие звезды на эту дорожку ступить отказываются. Вот сейчас здесь в Америке просто грандиозный скандал. «Оскар is so white», «Оскар слишком белый» пишут в социальных сетях. Дело в том, что среди номинантов ни одного темнокожего актера. И поэтому знаменитые артисты, ну вот в частности Уилл Смит сделал заявление. Сказали, не придем, лучше будем бейсбол смотреть, чем появимся на церемонии. Но нет худа без добра. Все-таки организаторы, понимая, что они теряют и уважение, и авторитет, и рейтинг, лично обзванивают самых ярких звезд, лично обзванивают самых известных режиссеров и уговаривают их в это воскресенье прийти на красную дорожку. Наташа. Дима, скажи, а что касается фильма «Майдан в огне», будет ли его режиссер присутствовать на церемонии? И какие вообще шансы у этой ленты? Ну, на самом деле режиссер, конечно, будет с Евгением Афиньевским. Мы здесь, в Лос-Анджелесе, встретились, долго разговаривали, записали большое интервью. Ну, мне лично было очень приятно познакомиться, потому что, ну, такой очень правильный человек и очень патриотично настроенный. Сказал, что многих своих друзей потерял, вот в связи с тем, что снял этот фильм. Многие отказались с ним общаться. Ну, в том числе, многие друзей и приобрел. По поводу того, по поводу шансов. Я говорил со многими организаторами, я говорил со многими кинокритиками, но все-таки это мой уже седьмой Оскар, так что есть знакомые. Говорят, что шансы очень большие. Ну, во-первых, потому что Украина сейчас в тренде, Украина сейчас, ну, просто на каждом телеэкране, за происходящим в нашей стране следят благодаря новостям. Ну, во-вторых, потому что сам дух, американский дух, дух всех-всех фильмов, которые показывают здесь, от комедии до серьезных исторических фильмов, самое главное в них, это все-таки борьба людей за свободу. Вот это главная американская национальная идея. И именно борьба за свободу, это то, что было на Майдане два года назад. Героическая и одновременно трагическая история наша, украинская. Именно поэтому она настолько близка американцам. Поэтому шансы очень хорошие. Но вот самим режиссером мы говорили, он признался, что если получит Оскар, то разделит его со всеми теми, кто помогал ему снимать эту документалку, которая в эти дни в номинации. Ну, а хочу обратить внимание, что снимал он не только на профессиональную камеру. В этой документалке он использует много стримов, даже много видео, которые просто на мобильные телефоны снимали. И вот со всеми этими людьми, со всеми теми, кто был на Майдане, он и разделит этот приз. Ну, а мы, конечно же, очень надеемся, что приз будет украинской картины, и держим за него кулаки. Спасибо, Дима. Мы будем от тебя ждать новых включений. Дмитрий Анопченко был с нами на связи из Лос-Анджелеса. Следите за развитием событий на нашем сайте. Подробности UA. Я желаю вам хороших новостей. И прощаюсь до завтра. Субтитры создавал DimaTorzok